Цифры становятся меньше, однако сегодняшнее количество заболевших, а также скончавшихся не говорит о преодолении коронавирусного кризиса. Кстати, секунда 28 июля представила Айнура Акматова, начальник управления общественного здравоохранения. По ее данным, перенесших COVID-19 как с лабораторно подтвержденным диагнозом, так и поставленным клиникой эпидемиологически, 22 296 человек по стране. За последние сутки выписку оформили 1091 пациенту. Новых случаев 545 из них тест определил коронавирус у 65 граждан, у остальных 480 симптоматически. За весь период эпидпроцесса в Кыргызстане болезнь была выявлена у 33 841 человека. К слову, в группе U071, это те, у кого пациент дал положительный результат, 16 017 человек. И в группе U072 17 824, это те, кому поставили диагноз по симптомам. Есть на сегодня и очередные человеческие потери. Это всего 28 жертв. Лечение продолжают получать чуть более 10 тысяч человек по стране. На стационарном лечении по республике всего находится 10 227 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 4428 пациентов и с клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5799 пациентов. В разрезе регионов в городе Бишкек 4195, в городе Ош 611, в Чуйской области 1263, в Осокольской области 991, в Ошской области 1210, в Баткенской области 524, в Джалабадской области 839, в Таласской области 367 и на Рынской области 227 пациентов. Среди медиков еще 8 заболевших. На этот раз трое в Оше, один в Ошской области, еще один врач в Таласе и трое в Джалабаде. В остальных регионах случаев не зарегистрировано. Отмечается, что из стационаров сегодня также выписали восьмерых медиков и 34 закончили лечение в домашних условиях. Сегодня же Айнура Акматова озвучила пояснения Минздрава относительно новых слухов. Последнее, как отмечают специалисты ведомства, связано с некоторой информацией о том, что якобы больницам, медикам, министерству запретило брать помощь в виде средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарств и прочего, от различных организаций, волонтерских объединений и просто групп неравнодушных граждан. Никакого подобного указа или распоряжения Минздрав не давал. Ни официального, ни устного. Заверила Айнура Акматова. Со стороны Министерства здравоохранения никаких официальных указаний, официальных приказов о запрещении приема гуманитарной помощи со стороны международных организаций, со стороны населения, со стороны бизнесменов, от волонтеров не было издано. Таких указаний со стороны Министерства здравоохранения не направлялись ни в один регион страны. И, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем волонтерам, международным организациям, бизнесменам, предпринимателям и просто простым людям, которые с самого начала эпидемии в трудной для минуты страны оказывали быструю, необходимую помощь всем нашим клиникам, врачам, системе здравоохранения, для того, чтобы мы все общими усилиями смогли победить и провести необходимое мероприятие для спасения жизни наших людей от коронавирусной инфекции. Таким образом, в Минздраве еще раз признали, что помощь населения оказывает значимое влияние в борьбе с коронавирусом. Не только материальные средства, но и спасательная деятельность волонтерских организаций очень облегчает нагрузку на медработников. Многие жизни удалось спасти благодаря их дежурствам и выездам на призывы о помощи. Таких историй огромное множество. Это одна из благодарных жителей, с помощью которой оказали добровольцы. По ее словам, они вовремя откликались на ее призывы, когда температура не отступала, а сознание уже было практически потеряно. Ребятам примчались с кислородным аппаратом, а после оказания первой помощи на руках забрали девушку из дома и доставили до медиков. Уже в значительно лучшем состоянии она искренне поблагодарила своих спасителей. Ситуация с нехваткой медиков на Иссыкуле все такая же сложная. В регионе наблюдается рост болеющих, а лечить их некому. Ранее мы уже сообщали об обращениях иссыкульских врачей с просьбой обратить внимание на их положение. И вновь иссыкульцы через социальные сети и СМИ заявляют о том, что медучреждения Чулпунаты дезорганизованы. За последние дни там скончался заведующий реанимацией района территориальной больницы Сарбаги Шуманалиев. По словам местных жителей, также умерла главврач одного из центров семейной медицины. Другие главврачи, также руководящие отделениями местных больниц, болеют. Многие из них на лечении находятся в столице. Жители отмечают, что в регионе в данное время наблюдается наплыв отдыхающих. В больнице пришло и оборудование, и медицинские изделия для работы врачей, но не хватает самих медиков. И никакой подмоги, жалуются иссыкульцы, им не присылают. Как сегодня сообщили в Минздраве, на помощь в город Чулпунату все-таки направят врачей из столицы. Уже сегодня в территориальную больницу Сукульского района в городе Чулпуната должны выехать 4 медика. Нейрохирург, реаниматолог, эпидемиолог и медсестра. Кроме этого, еще 8 врачей из числа прибывших из России посетили областную объединенную больницу. Сегодня они поедут в Аксуйскую районную поликлиникум среди врачей из России, реаниматолог, кардиолог, пульмонолог и ординаторы. В этот четверг страна почтит память всех скончавшихся в результате коронавирусной инфекции. Президент Сурон Байджиенбеков подписал указ об объявлении 30 июля днем национального траура в Крыгызской республике. Так, в документе отмечается, что еще 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию ковид в мире. И наша страна также столкнулась с этой болезнью, которая унесла жизни более тысячи наших граждан. Выражая искренние соболезнования родным и близким, решено объявить предстоящий четверг днем общей скорби. Не только на зданиях государственных органов, но и дипломатических и консульских представителей за рубежом будут приспущены государственные флаги. Телеканалы и радиостанции должны пересмотреть программы своих передач в соответствии с траурным этикетом. Но уже на следующий день мусульмане Кыргызстана будут отмечать Курманайт. Праздник жертвоприношения и поминания всех усопших в этом году из-за эпидемиологической ситуации ни на площади, ни в мечетях не состоится традиционный массовый айт-намаз. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, муфтият просит верующих не собираться на Курманайт и не ходить в гости. Священнослужители призывают провести праздник дома, прочитать Коран. Совершить жертвоприношение разрешается в 7.30 утра. Борьба с коронавирусом продолжается, но впереди осенний и зимний период. Запасы топлива на ТЭЦ Бишкека пополняют. Договоренности по поставкам угля в страну проводят. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Кубатбек Буронов. По его словам, тендер по поставкам отечественного твердого топлива на сумму 700 тысяч томов уже проведен. На поставку остальной части запасов из-за рубежа проведут в ближайшее время. Текущие ремонтные работы на объекте продолжаются. В том числе ремонтируют и теплосети. Готовят также отопительные системы больниц и поликлиник, чтобы из-за технического состояния зданий не случилось вдруг проблем с обеспечением медицинской помощи населению на случай второй сильной волны COVID-19. Кроме Бишкека и Аша, сегодня эпидемиологическая ситуация остается тяжелой в таких областях, как Джалалабадская и Иссыкульская. В курортном регионе, по словам Буронова, есть случаи, когда у отдыхающих проявляются симптомы во время отдыха. Специалисты говорят, что, возможно, на момент приезда у этих граждан еще не закончился инкубационный период, и состояние было нормальным. Как только у них появляются симптомы, они обращаются к врачам и пополняют статистику в регионе. Уже начата работа по перепрофилированию многих помещений, а также реконструкции заброшенных зданий больниц. Запустить их в работу планируется через месяц, а от силы через полтора. Но кроме того, что будут созданы эти койко-места, в этих медучреждениях должно быть все необходимое оборудование для лечения пациентов. Поэтому, как пообещал глава Кабмина, во всех регионах Кыргызстана должны появиться кабинеты компьютерной томографии и рентген-аппараты. Полномочные представители правительства Кыргызской республики в областях несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию во вверенных территориях. Ответственные органы должны продолжать усиленную работу по реализации ранее отмеченных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стараться всеми силами не допускать летальных исходов. В каждой области необходимо усилить контроль по обеспечению регионов аппаратами компьютерной томографии и рентген-аппаратами. И обязательно обеспечить больницы, где лечат пациентов с COVID, аппаратами рециркуляции воздуха. Во всех семи областях появятся дополнительные стационары. Это будут переоборудованные уже имеющиеся здания. В частности, в Орской области планируется открыть стационар в Карасуйском районе на более чем 200 койко-мест. Все стационары будут обеспечены палатами интенсивной терапии и реанимационными отделами. В Джалалабадской области стационар появится в Сузахском районе. В здании профессионального лицея на 304 койко-мест. В Баткене в здании поликлиники на 90 койко-мест. В Чуйской области в Токмаке на 100 койко-мест. В Нарыне на 120 мест. В Таласской области появится стационар в Таласском районе. В Центре семейной медицины на 192 места. В Исокуйской области в Караколе в здании областной больницы откроют стационар на 200 мест. Помимо этого, 49 больниц собираются оснастить кислородными станциями. Несмотря на закупку кислородных концентраторов для нужд системы здравоохранения, ГОС-3, как сообщается, проведет в медучреждение централизованное снабжение кислородом. Эта система в советское время присутствовала почти во всех медобъектах. Но с годами ее никто не поддерживал. И где-то она была демонтирована, а где-то пришла в полную негодность. Примечательно, что только сейчас государственные органы взялись за установку этих систем. А тем временем во многих стационарах республики такие станции своими руками уже начали устанавливать волонтеры. Они собрали все необходимые детали. Сами баллоны, вентиль, трубки. Не только в Бишкеке, но и в больницах регионов провели кислород каждой койки. Первым делом такая система появилась в обсерваторе Семитей на базе Ганси. Что касается производства самого кислорода, то его планируется поставлять с Малюсуйского электролампового завода. Второй же источник, откуда возможно доставлять кислород, это военизированный центр Высокульской области. Там также собираются наладить его производство. Несмотря на действующий запрет авиасообщения по миру силами дипломатических ведомств, транспортных министерств, а также авиакомпаний, наши соотечественники продолжают пребывать на родину. Оказавшиеся запертыми в чужих странах из-за пандемии COVID-19, многие до сих пор не получили возможность приобрести билет на самолет. Вернуться домой первым делом позволяют самым нуждающимся. Так из Екатеринбурга в Бишкек накануне вернулся борт со 191 пассажиром. Это сборный рейс, в котором прилетели кыргызстанцы из Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Антамансийска, Салехарда, Ноябрьских и других городов России. Еще 233 человека прилетели из Москвы. В основном это пожилые, беременные женщины с малолетними детьми и иные граждане, имеющие причины срочного возвращения в Кыргызстан. А между тем на борту самолета, наоборот, вылетевшего из нашей республики в Новосибирск, у девяти пассажиров обнаружили коронавирус по прилету в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Инфицированных граждан поместили в обсерватор и провели им исследование. Отмечается, что все они бессимптомные. Первое направление, куда смогут вылетать кыргызстанцы, это Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Но сделать это можно будет только после улучшения эпидситуации. Заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Буронов. Он пояснил, что возобновление авиасообщения – это вопрос все-таки двусторонний, который требует обоюдного согласия со странами прибытия. Но в данное время, как отмечается Министерство иностранных дел, уже проводит переговоры и консультации с указанными государствами. Хлеб всему глава. И уж тем более во времена пандемии. В этой связи площади посева озимой пшеницы собираются увеличить. Все, что созрело, убрано. И урожай лучше, чем в прошлые годы. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чудуев. Главный сельхоза подытожил, что весенние полевые работы выполнены на 100%. Фермеры были обеспечены и ГСМ, и удобрениями. Льготными деньгами прокредитовали 8 371 заявителя. На сумму более 4 миллиардов сомов. В лизинг выдали 204 единицы сельхозтехники. Из запланированных 250 единиц. Это весной начали реализацию закона о государственной дотации по семеноводству. Так, семян по цене на 30% ниже рыночной предоставили на сумму в 9 миллионов 200 тысяч сомов. И эта программа будет продолжена для посева озимых пшеницы и ячменя. По словам Чудуева, в данное время идут работы по увеличению площади озимой пшеницы. И на сегодня создаются все условия, чтобы увеличить ее урожайность. Так, чтобы получить на 25% больше, чем получено с яровой. На сегодняшний день, как отмечает чиновник, площадь посева пшеницы составляет 247,5 тысяч гектаров. Но значимость зерна в столь нелегкие времена особенно возрастает. Поэтому сеять намеренно больше. Рассматривается вопрос об увеличении посевной площади пшеницы на 300 тысяч гектаров. Из них на 220 в осенний период и на 80 в весенний. Если полевые работы по сбору пшеницы уже закончены в Джалабадской, Таласской и Чуйской областях, то в Иссыкульской и Нарынской областях работы пока только начинаются. Сегодня в рамках работы по успешному проведению уборочной кампании созданы областные районы, штабы, которые сегодня работают. Я хочу отметить, что усилиями Чуйской областной госадминистрации, Таласской, Чалабадской областной госадминистрации сегодня проводятся определенные работы и даже урожайность пшеницы по этим областям составляет выше, чем в прошлом году. На сегодня намолочено 225 тысяч тонн. Из них составляет почти урожайность по ячме на 1,7 центн, по пшенице на 2,8 центн больше, чем в прошлом году. Я хочу еще отметить, что сегодня работа по уборочной кампании только-только начинается на Нарынской и Сыкульской областях. Я хочу призвать штабы этих областей, руководителей этих областей, чтобы они тоже с пониманием отнеслись. И серьезность работы, которую мы сегодня работаем, это залог продовольствия безопасности на зимний период 2020-2021 годов. Новые виды наказаний за нарушения во время предвыборного и выборного процессов успели вступить в силу. Накануне глава государства подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере избирательного законодательства. Он был принят депутатами еще 25 июня. Согласно нему, теперь предусматривается наказание тем избирателям, которые предоставили заведомо недостоверные сведения о смене своего адреса, а также если получили денежные средства или какие-либо другие материальные ценности за голос. И напротив, ответственность грозит кандидату на избираемую должность, если он предъявил недостоверные сведения или документы, требуемые законодательством о выборах. То есть солгал, например, о том, что у него нет гражданства иного государства. Также в уголовном кодексе статья о подкубе избирателей сильно ужесточена. Между тем, участвовать в выборах планируют и средства массовой информации. ЦИК сообщил, что для участия в предвыборной агитации на выборах депутатов Чикур-Кукинеша аккредитовал 210 организаций прессы. Это 57 телекомпаний, 52 газеты и журнала, 26 радиостанций и 75 интернет-изданий. В ЦИК отметили, что в сведениях о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени печатная площадь из-за права публикации в интернет-изданиях будут размещены на официальном сайте Центра сберкома. В униципалитете в Бишке, как и адровые перестановки, разумеется, начало было положено переходом Балбак Тулебаева на должность полномочного представителя правительства Высокульской области. Теперь его место, как руководитель аппарата мэрии, занял Аделет Мудыбаев. Владой чиновник из системы местных органов власти, ранее он занимал должность первого заместителя Акима Первомайского района столицы. И сегодня стало же известно, что свой пост покинула Татьяна Кузнецова. Напомним, она являлась вице-мэром по социальным вопросам Бишкека. На этой должности она проработала около полутора лет. На ее место пришла Виктория Мозгачева. До назначения на этот пост она была директором коммунального предприятия «Бишкек Теплоэнерго». Ученики, заслужившие наивысшие поздравления своим трудом и знаниями, обладатели золотых сертификатов, которые они получили по итогам общереспубликанского тестирования, сегодня побывали на торжественном их вручении из рук президента Сорунбай Джейнбекова. Нового государства чествовал лучших еще вчерашних школьников государственной резиденции «Аларча». Отмечается, что золотые сертификаты выручили 67 выпускникам. Мероприятие проводили на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных правил безопасности. Сорунбай Джейнбеков подчеркнул, что в нынешнем мире, как показала реальность, не природные ресурсы, не количество населения гарантирует благополучие стране. Интеллект – вот главное богатство. И данный успех в виде сертификатов является результатом неустанной работы каждого из присутствующих, итогом стараний и плодом неоценимого труда учителей и родителей. По словам президента, наш народ бережет, хранит и передает из поколения в поколение свое духовное наследие, накопленное за годы своего становления и развития. И наша передовая молодежь, выразила уверенность глава государства, будет достойно продолжать этот путь. Новые мерные чисельно зависят от технологий. И если в нашей стране будут образованные люди, разбирающиеся в них, Кыргызстан точно сможет достичь социальных и экономических успехов. Одной из приоритетных задач в дальнейшем будет обеспечение доступа к полноценному образовательному процессу отдаленных в населенных пунктов. Это, отметил президент, откроет путь для сельской молодежи к лучшему будущему. Примером этому является тот факт, что в этом году выпускник с самым высоким в стране балом это Нурбек Казакмарал, ученица отдаленного Алайского района, отметил президент. Сурнбач Винбеков похвалил всех выпускников и пожелал им дальнейших успехов в тех сферах профессиональной деятельности, которую они выберут для себя. Дорогие мои дети, обладатели золотых сертификатов, поздравляю вас с окончанием школы и получением золотых сертификатов. Поздравляю также ваших учителей и родителей. Мы все гордимся вами и связываем с вами наши лучшие надежды за будущее нашей страны. Наиболее важным ресурсом развития государства является интеллектуальный потенциал наших людей. Поэтому мы будем делать наибольший упор на развитие именно этого ресурса. В реализации этой цели, я уверен, вы будете принимать ключевое участие. Успехов вам желаю покорения самых высоких вершин. Пусть ваш жизненный путь будет счастливым и сбудутся ваши самые светлые мечты. Продолжается зачисление выпускников в учебные заведения республики. Отмечается, что кроме вузов, абитуенты активно выбирают и профессионально-технические учебные заведения. Документы туда подали уже почти 19 тысяч человек. В связи с пандемией прием в среднеспециальное учебное заведение Кыргызстана также осуществляется полностью онлайн через специально разработанную Министерством образования и науки Кыргызстана систему по адресу прием онлайн-регистрации документов будет осуществляться в электронном виде в два тура. Первый, отметим, уже идет с 13 июля по 30. С 3 августа колледжи вывесят списки абитуриентов, рекомендованных системой к зачислению. С 3 по 6 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в СПУЗ. Второй тур начинается с 1 августа и продлится до 20 числа. Детские сады по столице не возобновят работу до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщили в Управлении образования мэрии Бишкека. Отметим, это уже второе приостановление деятельности дошкольных учреждений, связанных с COVID-19. Впервые закрыть детские садики пришлось еще 19 марта, однако с 5 июня, после того, как поэтапно страна выходила из карантинного режима, допускала к работе группами экономические объекты, граждане обратились с просьбой возобновить работу дошкольных учреждений. Просто потому, что экономически активное население, мамы и папы, выходя наконец на работу, не знали, с кем оставить своих детей. По крайней мере, в Бишкеке такая работа была начата, детские сады прошли полную дезинфекцию, воспитатели сдали тесты на коронавирус, и те, у кого он показал отрицательный результат, были допущены к работе. Группы с ребятней были сборные, помещения оснастили санитайзерами и разработали четкие механизмы по выполнению санитарных норм. Однако ситуация в конце июня в Бишкеке сильно обострилась. Ковид выявили у многих воспитателей, которые работали с детьми. Умерла заведующая одного из садиков. В этой связи учреждения снова пришлось закрыть. Когда они снова начнут принимать дошколят, чиновники не сообщают. Ну а соседний Казахстан готовится с 3 августа ослабить карантинные меры. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Он подчеркнул, что главным условием для смягчения карантина является снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в Казахской республике, а также занятость не более 70% коек в течение недели. Если показатели будут таковыми, откроются торговые дома и торговые сети, а также небольшие крытые рынки. С ограничением по времени и дням планируется разрешить деятельность дежурных групп детских садов, парикмахерских и косметологий, но только по записи. Прогулки по скверам и паркам группами не более трех человек. Разрешат работу общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью салонов не более чем на 50%. По заключению министра Цой, три недели жесткого карантина дали снижение заболеваемости почти на 30%. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%. Из них реанимационных на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%. Ну а в Узбекистане определили, кому предъявить обвинение по прорыву дамбы Сардабинского водохранилища, которое произошло 1 мая этого года. Тогда в Узбекистане погибли 6 человек. Около 70 тысяч покинули жилища. Вода дошла до приграничных казахстанских сел. Были эвакуированы более 30 тысяч жителей и затоплены тысячи домов. Среди фигурантов должностные лица заказчика строительства, государственного предприятия Сардария, Сувку, Релишинвест, проектировщика, Министерства водного хозяйства, генерального подрядчика и двух компаний-подрядчиков. Эксперты установили, что причиной прорыва дамбы стали ошибки, недочеты при проектной документации, при строительстве и эксплуатации. Независимые же эксперты отметили, что одной из главных причин стала коррупция, хищение бетона и других стройматериалов при возведении объекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...